В твите аналитика Maury QHD говорится, что следующий чипсет Exynos будет представлен Samsung в ближайшее время. Согласно твиту, Exynos 2100 станет преемником Exynos 990. Довольно странный выбор в названии, но похоже это именно так. Недавно мы видели тест Geekbench для Exynos 2100, предположительно работающим на Galaxy S21+. Одноядерный результат показал 1038 и многоядерный 3060 баллов, что не так уж много. На данный момент возможно, что Exynos 2100 работает на неоптимизированной прошивке, поэтому нам нужно воздержаться от любых прямых сравнений с другими чипами. И A14 Bionic и Exynos 2100 будут производиться по 5-нанометровому техпроцессу, что означает, что больше транзисторов поместится внутри квадратного миллиметра, что обеспечит большую производительность и улучшенное потребление энергии. Как и Exynos 2100, чипсет Qualcomm Snapdragon 875, который был недавно представлен, будет производиться Samsung с использованием 5-нанометрового техпроцесса. Инсайдер также сказал в своем фиде, что Exynos 2100 должен быть намного лучше, чем Exynos 990. Учитывая, что последний был изготовлен с использованием 7-нанометрового процесса EUV, по сравнению с более мощным и энергоэффективным 5-нанометровым Exynos 2100, это почти наверняка. Exynos 2100 и Snapdragon 875 появятся в потребительских устройствах в начале следующего года, а 14 Bionic, которые Apple уже представили, когда в прошлом месяце показали iPad Air 4-го поколения, может оказаться в руках потребителей уже в конце этого месяца, так как чип будет работать как на вышеупомянутом планшете, так и на моделях iPhone 2020 года, которые скоро также должны представить. Еще один 5-нанометровый чип, произведенный TSMC в этом году, это чипсет Huawei Kirin 9000. Чип будет работать в линейке Huawei Mate 40 и складной модели Huawei Mate X2. Но из-за изменения экспортных правил США, компания Huawei больше не сможет получать поставки этого чипа от литейного завода. Китайский производитель наращивает запас чипов Kirin 9100, который он сможет использовать, пока не закончится весь инвентарь. Итак, как же все-таки Exynos 2100 будет отличаться от Snapdragon 875? Оба 5-нанометровых чипсета, как известно, будут производиться с Samsung. Но в августе Ice Universe заявил, что хотя Samsung и сократит разрыв, Snapdragon 875 по-прежнему будет лучшим чипом. И я думаю, что так и будет. Невозможно за такой короткий срок наверстать такой большой отрыв.